Здравствуйте, добрый день, ИТОН ТВ, программа «Открытый микрофон». Меня зовут Александр Вальдман. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Александр. Меня зовут Илья. Я из Калевима. Да, Илья. И мне очень бы хотелось высказать свое мнение по поводу всего того, что сегодня происходит с нашим солдатом. Нашим солдатом я называю его так в общем, потому что все понимают, зачем идет речь. И с учетом того, что я сам отец двух солдат, для меня это не просто больно, для меня это то, что каждый день занимает и мысли, и сердце, и любимую долю времени. Я хотел сказать, что мы попали сегодня в уникальную ситуацию. Уникальную ситуацию тем, что впервые, за те 25 лет, которые я живу в Удрайве, я увидел, как пошатнулась вера в ранее незыблемый институт. Я имею ввиду вера в нашу армию. Сегодня получилось так, что наш премьер-министр и министр обороны вместе с начальником генерального штаба сумели настроить против армии 82% нашего народа. Я привык всегда к тому, что единственный институт, которому всегда доверяли и доверяли, это была армия. Сегодня мы получили совершенно невозможный обратный эффект. И каждый день мы сталкиваемся с тем, что нас постоянно пытаются увести в сторону от основной проблемы. Я имею ввиду, что нам постоянно подсовывают темы, виноват солдат или не виноват, прав он был или не прав. А почему никто не скажет, почему мы довели наших детей до ситуации, в которой они сегодня оказались? Почему наш министр обороны, начальник генерального штаба, не предлагает какие-то рецепты, которые могут покончить со всем этим раз и навсегда? Почему мы наконец не выкручиваем это гнездо телова, которое постоянно посылает этих, как мы их потом начинаем умильно называть, 13-летних дуров или 13-летних шахидок с ножницами, а они что, не убивают? Илья, а вы считаете, такие рецепты существуют универсальные? Вы знаете, когда-то всегда говорили, что лучший вариант избавить от перхоти, это отрубить голову. Вы знаете, это с одной стороны, а с другой стороны, если гоняться за теми, кто посылает этих убийц, вы знаете, у нас есть такое хорошее понятие, как борьба с наркотиками. Мы ведь говорим всегда, что не надо ловить пушевых, которых продают товар на улице, надо ловить тех, кто этот товар привозит, кто финансирует покупку этого товара. А когда дело доходит до ярной политики, мы об этом забываем. Мы забываем о том столетнем опыте, который уже накоплен в этих вещах. Мы начинаем гоняться за террористами, вместо того, чтобы убить тех, кто их посылает. Ведь вы знаете, меня, например, больше всего возмутило то, что, когда наш министр обороны выступает, сказал, что 82% населения, которые выступили в защиту солдата, это каханисты, это люди, которые там чуть ли не члены мафии, это члены кульфиот каких-то. Я извиняюсь, он министр обороны у нас чего? Нашей страны? Мы ведь выбирали его. Мы ведь представители, он получается тоже представители того же Ахана и тех же мафиозных группировок. То есть, понимаете, у нас получилась сегодня ситуация, при которой, вы знаете, мы забыли основные правила того, как происходит суд, как происходит суд в демократическом обществе. Мы, не зная никаких последствий, мы не зная подноготной всего этого самого, мы отсудили солдата, который всего лишь выполнял свой долг. Мы не спросили его командира, с которым его готовили. У нас, выступая премьер-министр, сразу сказал, что солдат виновен. И сегодня военная группа только и делает все для того, чтобы оправдать те слова, которые уже сказал премьер-министр. Она ведь не может выставить его идиотом. А может быть, было бы числее, если премьер-министр сказал, что да, я ошибся, да, я сказал, не подумав. В конце концов, со всеми бывает. Я думаю, что он бы его понял и, может быть, даже простил бы. Илья, у меня к вам опять вопрос самый простой. Вы были там, на том месте, когда эта трагедия произошла? Вы знаете, я не был на этом месте. Я внимательно просмотрел ролики. Я вам скажу больше, я не специалист в области террора. Более того, я служил солдатом в той армии и я служил солдатом в этой армии. Я ни в коем случае и пытаюсь давать какие-то рецепты, как нужно было поступить в той или иной ситуации. Но я хочу спросить, почему мы сегодня, когда говорим о том, что солдат, который держит в руках оружие, и над которым постоянно гнетет вот это... Вы представляете, что чувствовали эти ребята, когда они услышали, что здесь терракт, вот здесь кого-то убивают. И что думал этот солдат, который в доли секунды должен был принять решение? Он мог отойти в сторону, он этого не сделал, он поступил как солдат. Только не говорите, что он герой. Нет, я ни в коем случае не говорю про героев, понимаете? Героям ставят памятники. Я всегда говорю, что даже не мое дело и не наше дело, наверное, выясняют, прав солдат или неправ. Но мы в первую очередь должны дать армейскому команду. Илья, Илья. Должны дать всем. И в конце концов, почему все наши политики, кроме одного единства, почему один Либерман мог выступить в защиту солдата, все остальные политики страдали против? Ну давайте начнем все-таки не передергивать факты. Не только Либерман в его защиту выступил, были и другие политики. Давайте мы все-таки попытаемся разделить эту ситуацию. Может быть, все-таки отдельно рассматривать то, что сделал солдат, и отдельно то, что сделали наши политики. Вот когда мы говорим о том, что министр обороны и премьер-министр сразу его осудили, вот здесь я с вами категорически соглашусь и скажу, что да, не имели права ни тот, ни другой. И по идее бы и тот, и другой должны были бы подать в отставку, потому что это фактически вмешательство в деятельность следственных органов. Уже заранее осуждать человека за то или иное преступление. Есть следствие, которое должно разобраться. И есть отдельная проблема, проблема солдата. Вы сказали, что вы служили в израильской армии, в том числе. Наверняка у вас были всегда, я знаю, как это делается тоже, были соответствующие инструкции, накачки, как себя вести в тех или иных ситуациях. Может быть, все-таки, опять же, дадим следственным органам разобраться, правильно поступил солдат в этой ситуации или нет. И дождемся окончания. Причем не только, окончания не только следствия, но и суда. Вы знаете, Александр, я думаю, что, может быть, ситуация даже проблемой в этой ситуации не в том, прав или не прав бой солдат, а в том, что у нас накопилось уже за последних много лет от постоянного бросания камней, от постоянных фибрек, от постоянных терактов, у нас уже накопилось некоторое усталость, и которое заставляет, ну, может быть, тех же молодых людей, это не всегда думано. Вы знаете, вот, когда вы говорите «в последнее время», что вы имеете в виду «в последнее время»? Какой промежуток времени? Я имею в последние лет, все время после Осло, когда, ну, петь помню, как взрывались автобусы в Солерине, и нам говорили, что это необходимое шествие мирного процесса. Вы знаете, это ведь, я ведь уже 25 лет здесь. Илья, я до подписания, еще до подписания Осло, и в момент подписания Осло, жил в славном городе, который называется Кириат-Арба. И там была у нас, я эту историю очень часто рассказываю, могу еще раз и вам рассказать, и нашим телезрителям. Там была жуткая история, когда в машину, которую управляла женщина, и в которой пассажиркой была ее дочка 12-летняя, ее закидали эту машину камнями. Это было еще до подписания Осло. Машина съехала в кювет, перевернулась, девочка погибла. Эту историю полиция квалифицировала как дорожно-транспортное происшествие. Так может быть, все-таки еще до того все это было, а не только сейчас? Вы знаете, все-таки давайте разделим мух отдельно, котлеты отдельно. Почему? Потому что вот эта вот ситуация в сфере безопасности, вы знаете, мне когда-то довелось чисто случайно познакомиться с замечательным человеком в песочнице, как это не смешно, где я жидал своего ребенка, потому что ему лечили зубы, которого звали Маши Аренс, которого зовут Маши Аренс. Бывший министр обороны, да. Это бывший министр обороны, но мне было он интересен не как министр обороны, а как историк, профессор истории. И когда мы с ним начали разговаривать, он сказал одну простую истину. Он сказал, ведь понимаете, вы вспомните, как сказала Суррия Макболда Мею, мы не должны учить своих детей убивать, но у нас нет другого выбора, потому что нас хотят только уничтожить. Нам не дают возможности жить в соседстве или поделить как-то, или что-то нас хотят просто уничтожить. И поэтому у нас нет выбора. Мы вынуждены научить своих детей убивать. Вы знаете, я думаю, что это вот тот случай, когда эти слова можно было бы взять эпизофом к моему сегодняшнему спичу, или как его можно назвать, потому что нет у нас сегодня выбора. Либо мы должны вести войну, либо нас уничтожат. Согласен, но с другой стороны, если мы говорим об истории с солдатом, давайте, может быть, все-таки будем доверять, может быть, в большей степени не следствию, не прокуратуре, а будем доверять все-таки суду. Прецеденты в нашей истории есть, и не зря тот же самый Либерман и другие наши политики неоднократно восклицали, есть судьи в Иерусалиме. Как вы считаете? То есть хочется надеяться на это? Хочется надеяться. Спасибо, Илья, за звонок. Всего самого доброго. Успехов. До свидания. До свидания.